Всем большой привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня у нас с вами будут пустые баночки. Я знаю, что это не самое востребованное видео у меня на канале, оно набирает немного просмотров, но я такие видео люблю, я такие видео смотрю у других девочек и мне подобные видео помогают где-то сориентироваться, обратить внимание на какие-то продукты или наоборот обходить стороной те продукты, которые не заслуживают этого внимания. Я надеюсь, что мое видео будет для вас интересным. Давайте начнем. Я себя буквально обложила здесь пустыми баночками. Начну с бытовой химии. Вот с такого средства. Белл Вош, я его показывала во влоге. Я зарекалась не покупать объемные средства для стирки, потому что они занимают много места в ванной комнате. Но, тем не менее, на него была хорошая скидка, и я все-таки его купила и не пожалела, потому что средство хорошее, отстирывает неплохо. Такой гель довольно густой, в объеме 3 литра. Вот такой вот. Покупала я его в Сильпо. И действительно, девчонки, хорошее средство, хорошо отстирывает, запах и набеление остается. Я довольно, если встречу еще разочек, обязательно куплю. Вот такое вот у меня еще средство закончилось от Рио. Это у нас универсальное чистящее средство, свежесть. Я его лью всюду. Вообще, и пол мою, и стены мою, и сантехнику. Да все, абсолютно. Это хорошая замена хлорки, обычной белизне. Продается в сети АТБ. Еще из АТБ вот такое вот средство для кухни. Это для чистки. Такое кремообразное средство. Мне оно не понравилось. Вот в начале, когда я только познакомилась с этим средством, они были классные. Сейчас что-то у них испортилась формула, что ли. Либо у меня поменялся гормональный фон. Мне пахнет это средство плесенью. И эта отдушка прям все портит. А по сути, оно как работает, оно неплохо. Но именно отдушка, такая удушающая, ядреная плесень. Еще вот такой вот крем для чистки. Лимон тоже в сети АТБ продается. Это их своя линия. Рио. Это неплохое средство. Напоминает СИФ, только гораздо бюджетнее. В объеме 500 мл замечательно справляется. Если у вас небольшие загрязнения, если вы каждые 2 дня мойте сантехнику, то это средство вам в помощь. Действительно неплохо справляется. Ферри. Все знают про ферри. Долго про него говорить не буду. У меня сочный лимон. 500 мл постоянно покупаю. У меня постоянно есть в запасах это средство. Еще вот такое вот средство для посуды у меня закончилось. Это мне не понравилось. Это Ева с глицерином. Новая какая-то формула. Они были в паре. Но отдушка потрясающая. Такая вкусная отдушка. Из-за отдушки я ему прощала его действия, потому что как средство для мытья посуды, это ни о чем. Бешеный у него расход. Из посуды, в принципе, вымывается неплохо. Но посуду моют на троечку. Кондиционер для белья от Sky. Продается в сети Ева. Это у меня Фрезия. В объеме 1 литр постоянно покупаю. Буду покупать отличный кондиционер. Даже остается на белье. Белизна. Все знают. У меня здесь разумный выбор. Покупаю в АТБ. Нормальная белизна. Белизна как белизна. Вот такие пятновые водители у меня закончились. Персоль от F фабрики. И Персолька. Харьков делает. Фирма ААК. Вот это мне понравилось больше. Здесь хватает. Написано, что на 2 раза. Я сыплю на 1 раз. Хорошее средство. У меня таких 3 пакета. Остала вам один, чтобы показать. Не помню, где покупала. Но они, по-моему, везде продаются. Хорошее средство. Буду еще покупать такое. Нормальный отбеливатель. Этот похуже, конечно, действием. Но самый лучший АС для меня из бюджетных. Мыло. Что-то мне, девочки, советовал друг. Я искала просто белое хозяйственное мыло. Чтобы оно не было желтым, а именно белое. Вот это неплохое Маэстро. Я его покупала в Еве. Также это для стирки и удаления пятен. И с застарелыми пятнами это мыло не справится. Но если свежепосаженное пятно, то оно нормально отстижает. Жидкое мыло. Грушевый рай с экстрактом груши. Это только в Атсонс продается. Я покупала в парочке с каким-то кремушком. И мне понравилось. Густое мыло хорошо очищает. Даже запах остается на ручках. Приятное. Кожу не сушит. Замечательное мыло. Если мне встретится еще, я обязательно прикуплю. Здесь небольшой объем. 275 миллилитров надо есть, не успевает. Закончился у меня такой шампунь. Это уже второй подряд. Энергия Блепихи от Шаума. Я не покупала Шаума где-то лет 5, наверное. И что-то мне встретился этот шампунь на какой-то акции. Я решила его купить. Девчонки не пожалела. Такой классный шампунь замечательно отмывает с первого раза. При том, что я два раза мою голову шампунем. Два раза промываю. Мне одного недостаточно обычными шампунями. А здесь достаточно одного. Хороший шампунь. Довольно густой. Слегка кисловатая отдушка. На лето самое оно будет. Я обязательно куплю. Семья встретится. Сейчас немножечко отдохну от него. И потом обязательно себе такое куплю. Обратите внимание, стоит бюджетно. Но хорошая замена даже дорогим. Даже и некоторым профессиональным шампунем. Вот такая обычная Шаума. Такой вот познакомилась по совету девочек. Как раз таки через YouTube. По совету девочек-блогеров. И совсем не пожалела. Потому что очень хорошее средство. Это у нас фабрика Rossmann от Isana. Это немецкое средство. Отдушка парфюмированная. Такая приятная. Филеобразная консистенция. Кожа не сушит. Хорошо промывает. Отличное средство. За свои деньги. Я покупала на каких-то скидках. Постоянно на них бывают скидки в сети Watson. Обратите внимание. По 25 гривен они продаются. Супер средство. Купила себе вот такой розовый. У мужа вот такой. С ароматом франджипани. Тоже из Isana. Он тоже говорит, что очень доволен. Я разочек попробовала. Мне тоже понравилось. Также не сушит кожу. А душка такая более мужская. Так. Еще у мужа закончилось вот это средство. Кедри минералы или пятиморселе. Все знают про этот гель для душа. 250 мл здесь объем. Хороший гель. Постоянно также покупаю. Сейчас у нас какой-то коричневый, по-моему. Он говорит нормально. А я не пробовала. Закончилась у меня вот такая парочка. Я про них говорила во влоге. Поэтому долго на них задерживаться не буду. Просто скажу, что средство отвратительное. Что шампунь, что бальзам маска. Мне совсем не понравилось. Шампунь три раза мне нужно, чтобы промыть свою голову. Три раза. Мне буквально за пару раз у меня закончился шампунь. Маска, она сильно жирнит, утяжеляет. Волосы буквально вот вечером помыла. Утром мне уже кажется, что голова не свежая. Это у нас утера натив. Такая еще малышечка закончилась. Гель для душа с протеинами шелка. Я покупала также в Атсенс. Где-то на кассе мне встретилось это средство. И мне оно также не понравилось. Не понравилось с первого самого раза. Потому что вот видите. У меня две бутылочки я купила. Обе бутылки пролились еще в пакете по дороге домой. Так что я не заметила, что они не закрываются. Может, это мне только такой брак попался. А может, это вся серия такая бракованная. Я не знаю. Средство так себе. Ни о чем. Но кожу сушит. Нет, мне не понравилось. Здесь такая красивая картинка. Это гопчинская. Ну, нет. У Евки моей закончилось вот такое крем-мыло от Ушастого няни. Это Невская косметика. Все знают про эти мыльца. Нормальное мыло. Раздражений не вызвало. Кожу не сушит. Замечательно очищает ручки. Что еще надо? Закончился гель для душа. Вот такой от Honey Bunny. Продается в сети Ева. Отличный гель. Сейчас у них обновленная линейка. Надо бы прикупить. Гель хороший. Также кожу не сушит. Замечательно очищает. Аромат такой приятненький. Очень приятный. Жвачный такой аромат. Здесь написано абрикос. Но абрикосика у меня не пахнет. А какой-то жвачкой. У меня такой лосьон от Greenway. Я в восторге от этих лосьонов. Это вообще наибюджетнейшее средство. Здесь степень очищения троечка. Приятная душка такая. У меня контроль чистоты для нормальной комбинированной кожи. 200 мл. Хорошо тонизирует. В паре вот с этой умывалкой от Greenway. Также. Это у нас для чувствительной кожи. Также 200 мл. Здесь степень очищения пятерочка. Хорошо очищает. Я не смываю макияж не мицеллярными водами. И не гидрофильным маслом. Ничем. Только вот подобными умывалками. И эта умывалка замечательно справляется даже с самым стойким макияжем. Пусть не с первого раза. Но со второго она смоет. Все замечательно. Отличное средство. Бюджетное. Они постоянно бывают на каких-то акциях в сети Ева. Девочки, присмотритесь, если что-то ищете подобное. Закончился листерин, зеленый чай. Обычный ополаскиватель. Мне он не нравится. А муж мой пользуется с удовольствием. Такой расходник. У меня закончился скраб от чистой линии с абрикосовыми косточками. Хороший скраб. Но я уже говорила о том, что мне уже надо отходить. У меня еще парочка в запасах есть. Я их добью. Наверное, больше не буду покупать чистую линию. Потому что у меня уже не такая молодая кожа, чтобы с ней так агрессивно обращаться. Слишком крупная фракция вот этих вот скрабирующих частиц. И мне кажется, что это травмирует мою кожу. Если хотите прям такое хардкорное средство, то и этот скраб, конечно, замечательно справляется. У него много положительных отзывов. Но именно для моей кожи мне уже все. Наверное, надо от таких средств отходить. Надо что-то помягче, понежнее. Пилинг. Я про него, по-моему, тоже говорила во влогах. От Organic Shop. Очень мне нравится. Линейка Organic Shop. Еще нет ни одного средства, которое бы мне не подошло. Все подходят. В данном случае это абрикосовая манго. Нежный пилинг для лица. Органическое масло манго. Масло абрикосовой косточки. И магноли. Состав, конечно, потрясный. Действует хорошо. Такую маску выбрасываю. Здесь 75 мл. Она практически полная. От Biocon. Это наша украинская марка. Biocon. Мне на данный момент нравятся только тоники и умывалки. Маски. Как-то я с ними не дружу. Попробую еще парочку масок. У меня они есть в запасах. Я их попробую. Но вот касательно этой она пропала. Я ее открыла буквально. Хотя сроки у нее хорошие. До 2022 года. Но вот открыла ее. Буквально месяц прошел. При том, что она была зафольгирована. И изготовлена она в 2019 году. Второй месяц. То есть буквально совсем недавно изготовлена. Я ее открыла. То ли неправильное хранение. То ли что. Вначале она пахла приятно. А сейчас прям такой. Ну нанесла один раз. Поняла, что она испорчена. Второй раз наношу. Такая же история. Еще у Евки моей закончился вот такой шампунь. Все знают про эти шампуньки от Johnson's. Они часто мне попадаются в парочки с какими-то салфетками. Я их постоянно беру. Сыворотка. Это белорусская сыворотка. Фармакос. Это аптечная косметика мертвого моря. Сыворотка. Совершенно омоложение для лица и шеи. Программа омоложения 45+. Я нормально отношусь к возрастным таким продуктам. Мне не 45. Тем не менее я приобрела такую сыворотку. Там просто не было 35 или там 30+. Не было. А я хотела именно ее попробовать. И не пожалела. Отличная сыворотка. Быстро впитывается. Оставляет небольшую липкость на коже. Но я это ей прощаю. Данная сыворотка на моей сухой коже отлично выравнивает тон. Она делает кожу упругой, эластичной. И в принципе я этого и жду от сывороток. Поэтому, девочки, присмотрите. Стоит она недорого. До 100 гривен. Случилась вот такая паста. Прокудент. Это также была куплена паста по советам девочек-блогеров. И совсем не пожалела. Я купила за какие-то смешные деньги. То ли 25, что ли гривен. 125 мл здесь объем. Она ничем не уступает пасте Локалю. Замечательно очищает. Свежее дыхание надолго. Супер паста. И обязательно встречу. Там постоянно на нее также бывают скидки акций. Это также Росман. Немецкая паста. Хорошая. Обратите внимание. Маска. Активная борьба с морщинами. С гиалуроновой кислотой. Экстрактом трюфеля. От Гринвей. Продается в сети магазинов Ева. Сказать про эту маску. Хорошая маска. Хорошо увлажняет. Но не стоит ждать от подобных масок какой-то вау борьбы с морщинами. Чтоб надела маску и сняла и все, вы минус 20 лет. А так хорошо увлажняет, выравнивает тон. Неплохая маска за свои деньги. У меня все омоложение. Ягодно-кремовая маска с экстрактами асаи. Это Natural Coats. Продается в сети Watson's. Мне она понравилась. Я вообще больше все-таки люблю не тканевые маски, а кремовые маски. Мне так удобно заниматься делами по дому, что-то делать. С тканевой надо нанести и лежать. А я не могу так целых 15 минут лежать. Нет. Вот такая маска. Мне понравилась. Хорошо увлажняет, хорошо питает. Маска Zen Libao. Тканевая, очищающая. В магазине написано, что она корейская, но она китайская. Я дома прочитала и обнаружила, что она китайская. И неплохой лекал. Она хорошо увлажняет. Она очень хорошо пропитана, но она не очищает. Чтобы прям так очистила. Прям хорошо-хорошо. Нет. При детальном рассмотрении как такового очищения нет. Но хорошо увлажняет, хорошо выравнивает тон. Неплохая маска, но повторять больше не буду. Из расходников. Вот такие салфетки влажные. Эти самые лучшие. Я их постоянно беру. Это у нас Huggies вот такие с ручками. Хорошие салфетки. Хорошо пропитаны. Салфетка большая. Качество ее, она без каких-то проплешин. Все вот такие салфетки. 10 слонинят. Продаются они в сети Ева. Если мне не изменяет память. Но мне они совсем не понравились. Они абсолютно сухие. Мне попались. И мне прям хотелось налить туда воды. Но нет. Нет. Кое-как добила. Мне не понравились. Из сухих салфеток. Вот такие закончились. Ребенок уже на них порисовал. Обычные салфетки. Хорошие. Плотные. Двухслойные. Замечательные салфетки. Я их покупала для машины. Их удобно доставать. Когда эти салфетки в двери. Вот и все. Мои хорошие. Это были все мои пустые баночки этого месяца. Надеюсь, это видео было для вас интересным. А самое главное полезным. Убережет вас от ненужных покупок. И наоборот привлечет ваше внимание к тем товарам, которые заслуживают этого внимания. Я благодарю вас за просмотр. До скорой встречи. Пока.